Мы знакомы очень давно и помню его манеру, технику, а также рьяность в своих тренировках. Он уже в возрасте, а кондиция его остается по-прежнему высокой. Очень резкий, хорошим ударом, резким ударом. И манера его, он как бы, как сказать, как бы усыплял противника, как бы свои сети заманил, заманил и наносил решающий удар. Частенько одного удара, допустим, хватало, чтобы прекратить бой. В свое время, когда многие контактные виды его вызывали проверить стиль бесконтактного карате, я знаю, что многим он кому-то сломал челюсть, кому-то скобу проломил. Ну, нечаянно, можно сказать. И вот это его мастерство, оно сохранилось до сих пор в нем. Двигайся, 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 двигайся. Все ноги двигаются. В 2006 году, в один прекрасный день, вся столица запестрела яркими рекламными растяжками. Турнир «Все звезды карате СССР». Для тех, кто, поддавшись буму 70-х-80-х годов, пришел в спортзалы школ, училищ, институтов, кто впервые с трепетом примерил самодельное кимоно, выучил счет до 10 по-японски и с гордостью стал произносить слово «сенсей» вместо «тренер», кто навсегда остался верен единожды выбранному пути, для них московские плакаты стали равносильной зову военной трубы для старого боевого коня. Вздыбилось грива, раздулись ноздри, забилось сердце и взрыли землю сбитые копыта. В спорткомплексе «Дружба» прошел турнир, посвященный 30-летию карате СССР. Идейным вдохновителем и организатором этого турнира был Виктор Хан. Да, было не просто интересно, было классно. Щемящее чувство ностальгии по временам юности, когда в магазинах не было джинсов и кроссовок на любой вкус, но мороженое за 7 копеек и газировка с сиропом за 3 были гораздо вкуснее сегодняшних заморских лакомств. Когда на просмотр видеокассет с фильмами Брюса Ли и Чака Норриса собиралось по 10-15 человек в одной комнате, и когда многие мальчишки впервые услышали короткое и хлесткое, как удар, слово «карате». «Мы сегодня не выступаем, а мы там, мы уже готовы выскочить, одеть кивано, и когда, да, и нам это все наоборот, хочется поднять, возродить эту идею интереса, искусство и так далее. Наверное, только сейчас начинаешь понимать, а для чего мы вообще занимались. Вот для чего мы занимались, чтобы увидеть, встретиться, обняться. Ну это просто, нет слов». Это еще одно подтверждение того, что мы сейчас живем совершенно спортивным, свободным для любого вида спорта в обществе. Вы смотрите уникальные кадры. После запрета на карате в СССР почти все видеоматериалы были изъяты КГБ. И вот эта запись турнира в дружбе сохранилась просто чудом. Приглядитесь, вот этот парень с длинными волосами, Александр Иншаков, ныне известный актер, каскадер, продюсер, а тогда один из первых чемпионов Москвы по карате. Конечно, бились тогда отчаянно, не щадя ни соперников, ни себя. Ощущение было такое, что спортсмены выходили на площадку, татами еще не было, как на последний решительный бой. Ну и публика, конечно, ревела от восторга. Джангир Шахмурадов. Это сейчас его манера боя кажется забавной, киношной, что ли. А тогда он неизменно занимал первые позиции практически во всех турнирах. Михаил Крысин, ныне президент федерации Косики карате, обладатель восьмого дана, тогда же первый чемпион Москвы в тяжелом весе. Да, тогда все только начиналось. Я помню, позвонили мы этому, как его, Фетисов, когда был министром спорта, чтобы он заехал просто на пять минут. Он приехал в зал, увидел народ и остался до конца турнира. Так же было, все старики приехали, все приехали. Даже приехали борцы, Миша Мамиашвили приехал, ну все приехали. Вот пытаемся в этом году еще раз турнир провести, но хочу всех заранее, за полгода всех предупредить, чтобы все готовились, в том числе и ты готовься. Кстати, будут неплохие призовые, чтобы на болячках хватило денег потом. Вне всякого сомнения, следующий турнир Грандмастер карате состоится. Если Хан сказал, значит сделает. Ну а пока наш герой вновь на татами. В додзио московского Кадакана на Чистых прудах Виктор Хан пришел со своим 7-летним внуком Русланом. Надо же прогулку, товарищи. Олег Цой пригласил на эту тренировку своего сына Александра. Следует отметить, накануне у Виктора был день рождения. Поверить трудно, но цифра внушительная – 55. Многие мужчины в этом возрасте уже не могут без отдышки подняться на третий этаж. Наш же юбиляр был свеж, бодрый, демонстрировал технику, как 25-летний спортсмен. Кадакан – клуб боевых искусств, в котором руководит чемпион мира и Европы под дзюдо Сергей Косоротов. Незабываемую атмосферу додзио передавал мастер игры на японской флейте, обладатель третьего дана Сякухати Кинкурю Александр Ивашин. Виктор и Олег специально пришли к Сергею Косоротову в додзи, чтобы посмотреть на бросковую технику в чемпионском исполнении. Сергей внимательно понаблюдал за техникой броска через бедро Ого-Си. Применительно к поединку в карате. Он сразу нашел несколько неточностей и подсказал, что нужно делать, чтобы бросок получился более эффективным, срабатывал на 100% без видимых усилий. Наши мастера очень внимательно выслушали наставления чемпиона и затем опробовали их на практике. Учитывая мелкие детали, подсказанные мастером дзюдо, броски в карате стали получаться более легкими и стремительными. Даже 7-летний Руслан попробовал несколько раз бросить своего деда на татами. Все это лишний раз доказывает, что будо, путь войны, бесконечен. Повязав черный пояс в одном стиле, в одной школе, не стоит ограничивать себя этими рамками. В каждом направлении, будь то карате-кёкуссин, щетокан, окинавское карате, айкидо, дзюдо или джюджюцу, есть техники, которые могут значительно обогатить боевой арсенал любого мастера, любой школы. Сегодня он меня поразил. Вчера у него был день рождения, сегодня он как бы мобилизовался и вдруг сбросил в десятки лет с плеч и делал такие шикарные кота. Вникал во все мелкие детали. И, в общем, был поразительным. То есть живой молодой человек, то есть на татами раскрывающийся, довольный жизнью, довольный своей силой. В общем, потрясающе. Специально на эту тренировку пришел давний друг Виктора, бывший помощник экс-мэра столицы Юрия Лужкова Сергей Цой. Сергей сам имеет черный пояс по карате и весьма сожалел, что в этот день не взял с собой кимоно. Мы считали, что мы напрасно вообще на этом свете живем, если мы сегодня не потренировались. Посвящали там по несколько часов, по 6-7 часов в день каждый день мы тренировались и понимали, что мы иначе просто жить не можем, потому что карате было смыслом жизни. И как раньше, так и сейчас я помню Виктора и в тренировках, и в бою. Очень четкая квинтэссенция. Красиво, значит, правильно. Сергей Косоротов приготовил для своих друзей фирменные кадокановские подарки. Гвозди, завязанные в замысловатые узоры могучими руками чемпиона. Каждый раз, когда Сергей проделывает это, оторваться просто невозможно. Зрелище завораживает. Вот и на сей раз гости кадокана, раскрыв глаза, смотрели, как 100-миллиметровые стальные гвозди, словно пластилиновые, сгибаются и закручиваются в кулачищах Сергея. В этот день мы расставались чрезвычайно уставшие, но очень довольные. Все получили массу впечатлений и от общения друг с другом, и от полученных знаний, и от проделанной работы. Интересно, сколько же всего тренировок прошло у героев нашей программы за 35 лет занятий каратэ? Выходит, где-то около 13 тысяч. Казалось бы, все уже давно изучено, отточено и проверено. Но нет, настоящий мастер отличается от дилетанта тем, что никогда сам про себя не говорит. Я достиг высот, мне нечему больше учиться. Черный пояс белеет с годами, становится похожим на чистый лист бумаги, на котором предстоит написать еще немало интересных и очень важных строк. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok